В МФЦ только по записи. С 24 марта сочинские многофункциональные центры перейдут на особый режим работы. В Сочи пальмам сделают прививки от вредителей. В апреле на курорте проведут два научных эксперимента. Сочинцы вошли в тройку лидеров на соревнованиях по дрифту. Решающее сражение на трассе прошло без зрителей. В Сочи выявлен еще один факт заражения коронавирусом заболевшему мужчине 63 года. Сейчас он находится в изолированном боксе в инфекционной больнице. Диагноз подтвердили в новосибирской лаборатории. Накануне мужчина вернулся из путешествия по Швейцарии. В сочинском аэропорту специалисты Роспотребнадзора порекомендовали ему самоизолироваться. Сознательный гражданин так и поступил. Когда состояние ухудшилось, обратился к медикам. На девятый день самоизоляции с клиническими проявлениями остро-респираторного заболевания самостоятельно вызвала на себя скорую медицинскую помощь, который после осмотра больной был привезен сюда. На сегодня состояние ближе к удовлетворительному. Лечение проводится в полном объеме. Мужчина за границей был вместе с женой. Она помещена на карантин. Всего в сочинской больнице временно изолированы 23 человека. Наличие у них COVID-19 проверяется также в Новосибирске. Пациенты обеспечены всем необходимым – питанием, средствами гигиены и свежим бельем. Тем временем 25-летний гражданин Армении, у которого ранее была обнаружена коронавирусная инфекция, пошел на поправку. Его выпишут через несколько дней, но только после того, как придут отрицательные результаты анализов. По распоряжению мэра Сочи Алексея Копайгородского усилен контроль за въезжающими в Сочи через посты ПСОУ и Магри. Состояние здоровья водителей и пассажиров автотранспорта проверяют защищенные сотрудники постов. Кому уделяют особое внимание, узнаем из следующего материала. Сейчас опасность распространения коронавирусной инфекции. Мы проверяем температуру. Давайте проверим. Мне к вишку надо приложить просто и все это быстро. Измерить температуру тела предлагают по желанию всем въезжающим в Сочи. Эта мера предупредительная. Данные тех, чье состояние здоровья вызывает вопросы, передаются в Роспотребнадзор. За первые сутки особого режима на посту Магри уже проверены сотни жителей и гостей Сочи. Жизнь и здоровье граждан – это, естественно, приоритет в работе администрации города Сочи. Соответственно, я очень прошу всех граждан, всех жителей и гостей города-курорта Сочи отнестись с пониманием к данной мере. Могу заверить, что данная мера носит временный характер. На посту круглосуточно дежурят сотрудники администрации Лазаревского района и Казаки. Усилен контроль и на посту ПСОУ. Для иностранцев и лиц без гражданства граница закрыта. Вместе с сотрудниками погранслужбы и таможни здесь дежурят специалисты Роспотребнадзора. Форменную одежду дополнили медицинские маски. Если повышенная температура у человека, у нас есть изолятор. Мы его сразу закрываем в изолятор, вызываем скорую помощь. Работаем совместно с пограничной службой. По схеме взаимодействия у нас есть. И выявляем вместе больных. Среди перешедших российско-абхазскую границу не выявлено граждан с признаками инфекции. На всех информационных стендах на территории поста размещены памятки о мерах профилактики коронавируса. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. Сочинские МФЦ перейдут на работу по предварительной записи. Такая мера вводится временно с 24 марта для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Всем, кто оформил предварительную запись в многофункциональный центр до 23 марта, необходимо записаться повторно. Записаться на прием можно по телефону контактного центра 8 800 302 34 44 и через единый портал МФЦ в интернете. Результаты услуг будут выдавать в порядке живой очереди, ограничивая количество заявителей в зале. Еще одним нововведением станут 30-минутные перерывы, которые будут проводиться каждые два часа для дезинфекции помещений. 219 объектов незаконного строительства выявили в зеленой зоне края за последние 4 месяца. Об этом заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев. Провел совещание по вопросу сохранности земель лесного фонда. Незаконных построек с ноября выявлено втрое больше, чем за предыдущие три года. Об одном из таких участков, где должны были расти грибы, а появились кафе, рестораны и целая база отдыха, в нашем следующем материале. Лакомые кусочки земли хитрые коммерсанты берут с совершенно благими целями. Обустроить лесную полянку, проводить экскурсии, организовать досуг. Но жажда наживы заставляет договоры нарушать. Вместо грибов после дождя в лесу начинают расти домики. Сначала небольшие и временные, потом появляются бетонные подушки. Лесное законодательство прямо запрещает возведение объектов капитального строительства на землях лесного фонда. В связи с чем и возник вопрос о демонтаже строений. Андрей Концеводов уже несколько лет с такими нарушителями договоров и закона борется. А его появление в тихих уголках не сулит хозяевам ничего хорошего. Вместе с ним отправляемся в настоящий ресторан, которого в принципе не могло быть в лесу под Геленджиком. Но даже несмотря на идущий судебный процесс, бойкая торговля блюдами русской кухни здесь продолжает идти. Администратор заведения на расспросы услужливо предлагает отобедать. У нас вопрос поинтереснее. А я эту роми как водку. Ни за что не отвечаете. Ничего не знаю? Я знаю, я знаю, пожалуйста. Панкет на меня. Что-то могу предложить, покушать. Кто-то более похожий на руководство этой базы отдыха пошел в наступление. Решил спросить, что мы тут снимаем, но, завидев государственного инспектора, ретировался. Если суд примет решение снести ресторан, то к этому зданию приедут экскаваторы и бульдозеры. Вернуть лесной поляне исходный вид. В зависимости от решения суда арендный участок приведется в соответствие с действующим лесным законодательством. Демонтируются объекты капитального строительства на землях лесного фонда. И будет осуществляться дальнейшее целевое использование. То есть станет доступным для любых туристов, а не только тех, у кого толстый кошелек. В ноябре прошлого года губернатор края провел совещание по сохранности кубанских лесов. К работе подключилась и краевая прокуратура. Совместными усилиями за 4 месяца незаконных объектов выявили в 3 раза больше, чем за 3 предыдущих года – 219. По ним уже 54 дела в суде. Об этом говорили на совещании. Вениамин Кондратьев уверен, в отношении самозахватов должна быть принципиальная позиция. В суд заходить нужно с уверенностью, а главное – быстро. Мы облетели от Сочи до Анапы, всю территорию. И, конечно же, зафиксировали. У нас есть фотоматериал, есть геолокация каждого объекта. Эти действия нам помогли что еще сделать? Мы выявили объекты на участках лесфонда, не предоставленных. Сейчас дополнительно выявляем, кто является правоводателем, кто вообще возвел эти строения сооружения. Все, что можно добавить, вы в Селынчу Тавельскому передайте, потому что, чтобы уже было объективно, нет противно. Не только для тех, кто там строится, что будет снесено. И неважно чины, должности и звания. Потому что лесной фонд, он принадлежит России, в целом стране. Лесной фонд, который на юге находится. И никто не может себе позволить взять то, что принадлежит всем, по большому счету всему народу, там себе какое-то местечко такое облюбовать и потом еще и построить. Как он захотел, так он и сделал. Не может быть. Поэтому, кто пособничал, такая же нетвратимость должна быть. Коллеги, и для всех один подход. Нарушен закон, построил себе, неважно, большой, маленький капитальный дом. Либо не в рамках проекта освоения лесов, тоже понастроил даже не капитальных строений. Будь добр, снеси. Либо мы снесем. Остановить распространение самозахватов значительно помогла краевая прокуратура. Опыт взаимодействия с надзорным ведомством у краевых властей уже есть. Прокурор Краснодарского края поддерживает позицию главы региона. Сергей Табельский, как пример взаимодействия, приводит работу с обманутыми дольщиками. Рост их числа удалось прекратить. А значит, получится окончательно справиться и с теми, кто почувствовал себя хозяином леса. На сегодняшний день нужно заниматься этим ежедневно. Вот есть у нас же опыт работы по дольщикам. Мы говорили, его нужно переносить и сюда тоже. Каждый объект держать под контролем. И должны докладывать еженедельно руководителям о том, что сделано органами исполнительной власти на этом направлении. Тогда только будет. Если, Сергей Табельский, мы упустим момент и не будем спрашивать, то это все может застрять. Системная работа и межведомственное взаимодействие значительно ускорило работу. Доводить дела до суда быстрее Министерству природных ресурсов по поручению губернатора помогает Краевое БТИ. Специалисты ведомства делают первичную оценку капитальных строений. В течение дня от одного до десяти земельных участков проезжаем совместно с сотрудниками рабочей группы. А в последующем по каждому участку камеральная работа, так называемая, проверить на соответствие этих объектов с НИПом, с водным правилом, это уже достаточно такая крупурезная работа, от недели до трех занимает. Это позволило обратиться уже в суды. Раньше не было доказательной базы, это является первичной доказательной базой. Любое промедление придает уверенности захватчикам. Такая же ситуация и с включением лесных участков в границы поселений. Ради расширения под застройку, преимущественно на Черноморском побережье, жертвуют и лесами, и полями. Нарушения выявлены в 28 городах и районах края. Речь идет о тысячах гектаров ценных участков. Мы курорт. Курорт. А ведь если мы расширяем границы поселения, понятно, земля – это уже поселение. Мы, естественно, решаем вырубать, по большому счету, лес, либо делать все, чтобы, даже не вырубая, ну, начинать активную застройку практически лесного фонда. А отсюда дальше последствия. Надо обеспечить детскими заданиями, школами, поликлиниками, потому что мы превращаем вот этот небольшой поселочек в реально поселок. В реальный поселок. Но с какой целью, вот я вопрос-то задаю, коллеги, у нас достаточно много ресурса, внутри даже наших хороших городов, и Геленджик, и Анапа, куда приложить должны руки наши застройщики. Ну, давайте их энергию направим на вторичный рынок, ну, не на лесной же фонд. Зачем мы кратно расширяем границы поселений? Кто-нибудь может мне объяснить? Кто на этом зарабатывает? Кто выгодополучатель? Скажите мне. Ну, явно не курорт. Не курорт Краснодарского края, и явно не Краснодарский край. Муниципалитетам, где есть пересечение границ лесного фонда с границами населенных пунктов, Вениамин Кондратьев поручил привести в порядок генпланы до осени следующего года. Давайте до 1 сентября 2021 года приведем границы поселений и генпланы в первоначальное положение. Все, коллеги, нету необходимости кратно расширять границы поселений за счет лесного фонда. Поручение я вам даю, а коллеги, в течение месяца обоснуйте тогда, какая необходимость все-таки возникла, чтобы расширить поселения, неважно какого города, за счет лесного фонда. Внутри каждого города, в том числе Приморского, можно смело говорить, и Генжик, и Навальсийский, и Анапа, и Сочи, столько внутри стоит сарайчиков. Ну, пусть строительные секторы выкупают, сносят и строят, но не за счет лесного фонда. Их удешевлять, не за счет лесного фонда, коллеги. В Краснодарском крае больше миллиона двухсот тысяч гектаров леса. Межведомственная группа обследовала буквально каждый уголок кубанских зеленых зон. С появлением комплексного механизма увеличилась скорость работы. А значит, есть надежда, что дворцы среди леса уже скоро навсегда уйдут в прошлое. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. В Сочи приступили к реализации второго этапа реконструкции набережной реки Мацеста и созданию зеленых зон, прогулочных и велодорожек. Работы ведутся по муниципальной программе формирования современной городской среды. Эту реконструкцию набережная Мацеста ждала более 20 лет. После стихийного бедствия в середине 90-х эта территория находилась в запустении. Тогда, напомню, бушевал смерч, и река вышла из берегов, затопив в том числе и здание бальнеологического курорта. И вот почти 20 лет спустя первая часть работ завершена. На набережной появился сквер, прогулочная зона, скамейки, велодорожка. Там теперь любят отдыхать местные жители, кто-то даже приходит с удочками. В дальнейшем будет благоустроена вся набережная. Контракт заключен в марте этого года, работы уже начаты. Российская идет полноценным этапом, значит, уже работает несколько бригад на участке. Подрядчик работает в данный момент в графике. Окончание второй очереди реконструкции запланировано на следующий год. В Хостинском районе появится законченный объект, обновленная набережная реки Мацеста, которая соединит ванное здание бальнеологического комплекса и курортный проспект. Пациенты, которые принимают мацестинские процедуры, смогут прогуляться в тенистом сквере. А при желании и дойти до центра города по Теренкуру вдоль моря. В мае этого года в Адлерском районе на бульваре Надежд появится светомузыкальный фонтан. Его возводят согласно профильной муниципальной программе. Площадь видимой поверхности чаши фонтана составит более 350 квадратных метров. Ее диаметр – 21 метр. Наполняемость – более 168 кубометров воды. Там уже проложены все коммуникации, включая ливневую канализацию, а сама чаша фонтана облицована гранитом. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. В Сочи пальмам сделают прививки от вредителей. Сегодня в администрации города обсуждали методы борьбы с насекомыми, которые уничтожают зеленые насаждения курорта. Первые эксперименты в Сочи начнутся уже 1 апреля. Ущерб декоративным растениям Сочи наносит 71 вредитель. Особо опасных из них 14 и 17 карантинных. Наиболее известны коричнево-мраморный клоп, американская белая бабочка, пальмовый мотылек и долгоносик. Контроль за вазивными растениями сейчас ведется строгий, но сегодня важнее бороться с уже имеющимися очагами, подчеркивает глава города. Для этого в мэрии и собрались теоретики с практиками, представители науки и чиновники, которым необходимо сообща определиться с наиболее эффективными методами борьбы. На сегодняшний день метод 1 – опрыскивание растений, а химпрепараты приобретаются на сэкономленные средства. У нас должна быть четкая строка с финансистами отработать, и эти деньги должны методом выделяться именно на эту повестку. Здесь ничего не надо экономить, здесь наоборот должна быть очень серьезная, взвешенная, масштабная работа. На сегодняшний день, если не будут приняты кардинальные меры, мы через 2-3 года город вообще не узнаем. Поэтому в этой части задача 1 – сохранить зелень, приумножить. Площади для выращивания необходимого посадочного материала готов предоставить национальный парк. Что же касается новых методов борьбы с вредителями, то они есть. С 1 апреля в Сочи начнется эксперимент. Опробировать будут два разных метода, пока на пальмах. В ход пойдут уколы и опять-таки паразиты. На сегодняшний момент у нас на повестке дня стоит вопрос применения внутристволовых инъекций. И второй метод – это препарат на основе нематод. Это хищные черви, глисты, скажем так. У животных есть, у растений свои, у насекомых свои глисты есть. Выделено место – это Хостинский район, улица 50 лет СССР. Там масса, ну фактически 100% заселенная мотыльком пальмы. Время Че у нас определено с 1 по 6 апреля. Для того, чтобы своевременно в апреле-майе, нам в конце апреля-майе начать обработки, нам координироваться нужно сейчас. И, безусловно, координация без участия главы города, она просто невозможна. Я думаю, что при таком подходе руководителя, первого лица нашего города, мы должны будем получить высокий эффект от организации и проведения защитных мероприятий. Очередная встреча через две недели. Такой срок определил глава города на разработку проектов. Татьяна Говоркова, Инга Габеш и Алексей Давыдов. Телекомпания ФКТ. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 23 марта 1945 года войска 2-го Белорусского фронта продолжают наступление на Данцикском направлении. Немцы, опираясь на мощную полосу обороны, пытались во что бы то ни стало не пропустить советские войска к Данцикской бухте. В течение дня было отбито 10 контратак, пехоты и танков противника, поддержанных огнем корабельной и береговой артиллерии. Наши пехотинцы и танкисты стремительным ударом преодолели несколько линий траншей, а также противотанковые рвы. Таким образом, прибрежная и шоссейная дороги Данцик-Гдыня были перерезаны советскими войсками, а немецкая группировка разделена на две изолированные друг от друга части. Газеты в этот день пишут о подвиге старшего сержанта Андрея Елгина, которому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Вырвавшийся вперед полк попал в окружение. Старший сержант Елгин снял знамя с древка, обернул вокруг себя и стал пробиваться сквозь огненное кольцо. Тяжело раненый он все равно пробирался вперед из автомата, перебил всех немцев, пытавшихся взять его живым. Наступавшие части нашли вскоре его тело. Рядом лежали 9 убитых гитлеровцев, но знамя осталось нетронутым. Всего же за этот день на всех фронтах подбито 204 немецких танка и 107 самолетов. 23 марта 1945 был утвержден генеральный план восстановления города Пушкин в Ленинградской области. Прекрасный город был полностью разрушен фашистами. Архитекторы запланировали, помимо прочего, восстановление дворцовых ансамблей Екатерининского и Александровского. В этот день состоялась премьера первого советского трехцветного фильма «Иван Никулин. Русский матрос». До сих пор съемки картин по способу трехцветки производились только в Америке. Теперь же все оборудование для съемок и обработки пленки было изготовлено на советских заводах. В этот день, 23 марта, родился генерал-майор авиации, первый герой Советского Союза Анатолий Лепедевский. Прежде всего известен как авиатор, благодаря чьей смелости была спасена экспедиция челюскинцев. С началом Великой Отечественной возглавил 4-й отдел НИИ ВВС, а в сентябре 1942 года стал заместителем командующего ВВС 19-й армии, начальником полевого ремонта 7-й воздушной армии на Карельском фронте. На его плечах лежала забота о сотнях боевых машин, возвращавшихся из воздушных боев. В 1943 году он вновь занял пост директора авиационного завода. Помятник ему установлен в селе Белая Глина и во дворе школы номер 1 станицы Старощербиновской, также носящей имя Лепедевского. Маэстро главного казачьего хора России 82 года. Свой день рождения отмечает Виктор Гаврилович Захарченко. Знаменитого кубанского композитора поздравил губернатор края. Вениамин Кондратьев поблагодарил народного артиста за многолетнюю работу и вклад в развитие народного творчества и сохранение духовного наследия казачества. На встрече с главой региона Виктор Захарченко поделился творческими планами. В свои 82 композитор и дирижер продолжает писать музыку и всегда лично руководит хором. Сразу после поздравлений Вениамин Кондратьев вместе с Виктором Захарченко зашли на репетицию коллектива. Именно благодаря Виктору Гавриловичу кубанский казачий хор стал любим и узнаваем во всем мире. Он руководит коллективом уже 45 лет. На концерт хора не просто, а достать билет в лучших залах России, Европы и Америки всегда аншлаг. Зрители с восторгом отзываются о непередаваемой атмосфере. 21 марта во всем мире отмечали День людей с синдромом Дауна. Он был основан в декабре 2011 года с целью привлечь внимание общества к проблемам солнечных людей. Большой сочинский дельфинарий парка Ривьера в этот день преподнес отличный подарок для детей и их родителей. Незабываемые эмоции. Ультразвуки, дельфины и белухи издают в диапазоне от 2 до 100 тысяч герц. Именно такие волны, считают врачи, способны активировать функции клеток головного мозга у детей, страдающих синдромом Дауна или аутизмом. И не только пение морских животных приносит ощутимую пользу солнечным детям. Положительные эмоции во время такого шоу можно назвать видом реабилитации. Дети становятся внимательными и мотивированы к общению. Одна из белух тоже носит имя Гоша. Так что мы с очень большим воодушевлением смотрели на все это выступление. Настоящий карнавал. Гоша не может усидеть на месте, рвется. В этот бассейн, чтобы и фотографироваться, и гладить их. На дельфинах эмоциональная терапия не закончилась. Общение с животными продолжилось в зоопарке Рио. Здесь живут более 50 экзотических животных. Со многими представителями фауны ребята смогли познакомиться поближе, погладить их, покормить и сделать фотографии. Это тоже своеобразная зоотерапия. Я хочу сказать огромное спасибо зоопарку Рио за предоставленную возможность побывать нашим детям в зоопарке. Дети с огромным удовольствием покормили животных, погладили животных. А ведь контакт им очень необходим для дальнейшего развития. Подарки в этот день преподнесли и руководители других объектов в парке Ривьера. Для детей и взрослых были организованы экскурсии в Конный театр и селфи-музей Дом Великана. Приятным завершением стал сладкий стол, организованный кафе «Твоя столовая». На Сочи-автодроме состоялся финал «Сочи-дрифт-челлендж», решающее сражение за звание победителя зимних соревнований по дрифту. «Сочи-дрифт-челлендж» Роман Тивадар. Они заняли третье и второе места в финальном этапе. Победителем соревнований стал Сергей Кабаргин из Санкт-Петербурга. На стадионе «Фиш» началась реновация поля. Восстановить газон планировали в мае-июне, но в связи с сокращением летнего перерыва национальных чемпионатов по футболу, в соответствии с рекомендациями УЕФА, было принято решение провести реновацию сейчас. В планах срезка и удаление верхней корневой зоны, аэрирование поля и внесение удобрений. Для лучшего роста травы будет проведено пескование. Для этого будет использовано 90 тонн этого материала. Затем на «Фиште» посеют новую траву и укроют поле теплоизолирующим полотном. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова